Восточно-казахстанская областная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина исполняется 120 лет. Эта дата совпала с двумя другими важными юбилейными событиями 25-летием независимости Казахстана и 25-летием Содружества независимых государств. Наша библиотека является одной из лучших региональных библиотек республики. Нас знают не только в отечественном, но и в зарубежном библиотечном сообществе. А все начиналось 120 лет назад с инициативы создать в Русскоминогорске библиотеку-читальню. Это была идея общества по печенье о народном образовании, куда входили передовые, прогрессивно настроенные горожане и политически ссыльные. Их книги и составили первоначальный фонд библиотеки. А день торжественного открытия 20 марта 1896 года стал днем ее рождения. Библиотека размещалась в городской управе, а затем была переведена в Народный дом. Ныне это здание областного дома дружбы народа. К началу Первой мировой войны в библиотеке насчитывалось около 2000 книг. За пользование взималась плата 50 копеек. А в 1920 году книжный фонд библиотеки увеличился до 5000 экземпляров, и пользование стало бесплатным. 19 августа 1937 года Президиум Узкоминогорского городского совета постановил присвоить городской библиотеке имя великого поэта. А спустя два года, когда Восточно-Казахстанская область выделилась из Симполаринской, библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина приобрела статус областной. В годы Великой Отечественной войны и после нее библиотеку много раз переводили из одного здания в другое. А в канун нового, 1983 года, 29 декабря, библиотека обрела свое постоянное место в центре города, где и находится до сих спор. Для меня библиотека – это история. Библиотека – это клад науки, в котором хранятся истории и культура всего человечества. За последние 25 лет библиотека имени Пушкина осуществила более 30 проектов, которые стали инновациями в библиотечной отрасли Казахстана. Благодаря этим проектам расширился информационный потенциал библиотеки, а ее услуги стали доступны для жителей всей области. Сегодня библиотека для города, для области является, во-первых, центром информации. Сегодня библиотека может предоставить любую информацию. Это из национальных библиотек других государств. Это может предоставить информацию или книгу из фондов национальных библиотек нашей республики. То есть из любой точки земного шара сегодня читатель может получить информацию в нашей библиотеке. Во-вторых, библиотека – это центр дополнительного образования. Почему? Потому что здесь мы можем дополнительно, так скажем, изучить языки иностранные, и в том числе и русский язык, и казахский язык. Мы здесь можем получить образование навыком, допустим, по обучению компьютерной грамотности и доступа к интернет-курсам. Это мы можем и обучить детей, подростков и молодежь, и студентов дополнительно, как курсы робототехники, или же курсы 3D-принтера, как работать. Поэтому здесь, я считаю, что он является центром дополнительного образования. Следующее, что для населения – это библиотека как центра досуга. Потому что в выходные дни в библиотеке режим работы составлен так, чтобы было удобно нашему горожанину или области, кто приезжает в гости, чтобы он мог прийти, значит, после 6, это до 8 часов вечера библиотека работает. Она работает и в выходные дни, поэтому здесь можно просто пообщаться, здесь можно поиграть в шахматы, здесь можно послушать музыку, здесь можно посмотреть фильмы, то есть провести свой досуг, скажем, занимательно и интересно. Одним из инноваций в области автоматизации стал проект по использованию RFID-технологии. У каждого читателя есть свой электронный читательский билет, и он сам может оформить книги, взятые для чтения домой. Теперь каждая книга в библиотеке снабжена соответствующим магнитным чипом, что позволило открыть для читателей все фонды. Вы можете самостоятельно оформить продление срока чтения или возврата использованных изданий. Большая свобода выбора изданий на разных языках. Можно использовать интернет, отсканировать нужную статью, и все это в одном помещении, в библиотеке. Я приходил сюда, чтобы прочитать свою газету. Мне в библиотеке нравится, что здесь есть высокоскоростной и бесплатный интернет. Для библиотеки очень важно максимально удовлетворять запросы наших читателей, чтобы ее ресурс пользовался постоянным спросом. Читатель сам подходит к полкам, он может найти такие издания, о которых даже не догадывался. Конечно, это расширяет читательские горизонты, развивает интерес к чтению и любопытство. А что еще нового можно найти в библиотеке? Путь читателя книги к ответу на свои вопросы сократился во много раз. Исчезли очереди. Конечно, библиотека редежурит в залах обслуживания, чтобы помочь читателям, когда они имеют какие-то затруднения. Также RFID-технология позволяет оперативно узнать рейтинг читаемости книг, популярность авторов, определить активных читателей. Для меня библиотека – это место, где можно получить знания, где можно открыть для себя что-то новое, можно чему-то научиться, где можно получить информацию. Библиотека – это самое тихое место, где я могу почитать книжку, узнать историю своего народа. Для меня библиотека – это новый мир. Море знаний. Каждый новый проект библиотеки приносит пользователям новые услуги. К примеру, более 15 лет, как мы организуем бесплатные курсы компьютерной и интернет-грамотности для всех желающих – от детей, безработных, пенсионеров до специалистов и людей с ограниченными возможностями. У каждой группы свои востребованные тренинги. Я давно хотела научиться на компьютере, потому что многое не знаю, когда кого-то просить неудобно. А здесь сама решила, увидела в газете, что есть такая возможность поучиться, прийти, пенсионеров обучают бесплатно. Очень хороший коллектив, очень хороший преподаватель. Мне как врачу необходимы новые знания в моей работе и точно, научно доказано. В этом плане мне помогают сотрудники библиотеки найти эти знания. Интернет и информационные технологии придают новое качество традиционным библиотечным услугам. Мы организовали виртуальную справочную службу, и теперь в библиотеку можно обращаться через ее сайт прямо из дома или места работы. По электронной почте или интерактивно в режиме реального времени мы можем ответить на вопросы читателя, подобрать список источников или отсканировать и выслать необходимые материалы. Такие услуги особенно важны для специалистов, которые не могут вырваться в библиотеку в рабочее время. И, конечно, для сельских жителей, потому что 70% фондов сельских библиотек морально и физически устарели. Информационные технологии расширяют возможности библиотеки до бесконечности. Любой читатель из любой точки мира может посетить нашу библиотеку, выбрать необходимую литературу и получить ее по электронной почте. Библиотека – это центр информации, центр идеологии, центр познаний для того, чтобы, значит, люди… Это библиотека успокоен веков, со времен советской власти. Она служила именно для искоренения безграмотности. 120 лет – это, конечно, большой срок. Это… Я считаю, что библиотека, областная библиотека достойна от всех этапов жизни, значит, она достойно провела, значит, оказывая услуги для населения. Я хочу пожелать, чтобы она оставалась этим центром притяжения всего нового, чтобы библиотека продолжала быть центром новаций, разного рода новаций, проектов. Здесь огромное количество проектов, здесь сколько людей казахский язык выучили, сколько людей здесь английский язык выучили. И чтобы вот это все продолжало, чтобы вот пульсировало вот эти вот идеи, чтобы они появлялись все время новые, приходили новые люди с новыми идеями. И самое главное, чтобы этих людей слышали, поддерживали и эти идеи осуществлялись. Библиотека для меня – это раскрытие возможностей, талантов, всевозможных молодежных инициатив, открывать путь к литературе. Просто я была ученицей, я была студенткой, я была аспиранткой, и для меня библиотека имени Пушкина была самым настоящим источником получения всей необходимой информации. И, оглядываясь назад, думаю, что действительно 120 лет, с одной стороны, это очень много, а с другой стороны, еще впереди сколько. Несмотря на то, что существует интернет, и современная молодежь черпает очень много информации именно из интернет-источников, но я думаю, что вот взять книгу, именно такой источник получения знаний и информации, она никуда не уйдет. Раньше услугами юриста нашей библиотеки пользовались только местные жители. Но вот уже два года, как мы внедрили онлайн-услуги юриста, и теперь можно получать юридические консультации дистанционно, по скайпу. Это очень удобно для людей с ограниченными возможностями, и также людям из деревни, которые очень, ну, у них мало таких возможностей получать именно юридические услуги. У нас все проходит через библиотеки районные, задаются вопросы, мы отвечаем, и они получают все вопросы юридические, именно по граждански, гражданские вопросы, по гражданскому законодательству. Инновации библиотеки поддерживают грант на местные власти и международных фондов. Одним из примеров может стать партнерский проект «Сельские онлайн-центры», организованный в партнерстве с программой развития Организации объединенных наций. Наше сотрудничество с программой развития ООН началось в 2011 году с такого большого проекта «Сельские онлайн-центры». Этот проект позволил подключить к интернету 32 сельские библиотеки, оснастить их техническим оборудованием, обучить. И благодаря проекту «Сельские онлайн-центры» жители сельских регионов стали получать такие же услуги, как и горожане. Сегодня проект успешно развивается, и число сельских онлайн-центров достигло 45. И это доказательство того, что проект важный и нужный для села. Коллектив библиотеки имени Пушкина, я поздравляю от всей души 120-летие создания данной библиотеки. Есть расхожая фраза «Книга – источник знаний». Библиотека – источник знаний всей области. И полагаю, что в ее современных масштабах, согласно ее уровню, это источник знаний всей республики. Поэтому на книгах этой библиотеки еще с советских времен, естественно, воспиталось и формировалось сознание и культура очень многих поколений. Поэтому есть основания поздравить библиотеку с этой славной датой 120-летия. Поздравляю библиотеку Пушкина за 120-летие. Желаю вам хороших читателей, процветания, успехов, всего самого лучшего. Областная библиотека имени Пушкина бережно хранит культурное письменное наследие Восточного Казахстана. К 170-летнему юбилею Абая Кунанбаева мы создали электронную библиотеку «Наш Абай», в которую вошли произведения Абая Кунанбаева, изданные, начиная с самой первой книги в 1909 году, вышедшей в Петербурге, и заканчивая современными изданиями. Кроме того, в ней можно найти в цифровом формате произведения Абай-бедов, научной монографии и статьи из периодических изданий. Наш проект по созданию цифровой библиотеки является уникальным и является примером корпоративного взаимодействия библиотек и других учреждений культуры. Я живу в Усть-Каменогорске с 1949 года, с тех пор хожу в вашу библиотеку, в нашу библиотеку имени Пушкина. Люблю книги, до сих пор посещаю вашу библиотеку, хотя в этом году купила себе электронную книгу, и мне библиотека скачала любимые мои романы, которые я читаю дома. Здесь я постоянный читатель и постоянный посетитель, потому что для меня библиотека – это храм на уроке, искусство. Здесь так тепло, здесь светло, уютно, а теплота идет не только от батарей, от того, что люди здесь другие работают, очень теплые, очень внимательные. Ну, что бы ни попросил, всегда тебе окажут помощь, найдут. Ну, в общем, библиотека для меня – это второй дом. Я очень люблю библиотеку. Библиотека помнит и о людях, которые любят творить руками, вязать, рисовать, лепить из глины. Школу мастеров, которую ведет художник Виктор Александрович Сачков, посещают наши читатели. В возрасте от мала до велика. Здесь царит атмосфера творчества и высокого одухотворения. Здесь мы проводим семинары для учителей изобразительного искусства, социальных работников, воспитателей детских садов. Библиотека – это творчество. Здесь можно всему научиться. В школе мастеров я научился рисовать. Я нарисовал свою маму с детства. Сегодня мы осуществляем новый проект «Безбарьерная библиотека» и создаем условия для людей с особыми потребностями. Открыт зал специализированных услуг, где люди с проблемами зрения могут использовать читающую машину. Используя видеоувеличитель, можно читать новых авторов, познакомиться со свежим номером газеты или любимым журналом. В библиотеку приобретаются звуковые книги, музыкальные издания, организуются семинары с участием различных специалистов, консультации, проводятся компьютерные тренинги. Благодаря библиотеке мне открылось столько возможностей. Меня взяли на работу. Теперь здесь, благодаря вам, я буду преподавать вязание, рукоделие для детей, может быть, для взрослых, общение, все возможности, компьютеры, книги. Это необычная библиотека. Здесь очень много клубов по интересам. То есть нет такого стандарта, что сюда приходишь и просто читаешь. А именно, что здесь приходишь и занимаешься делом, которое тебе нравится. Дети и молодежь составляет 70% пользователей библиотеки. Именно они наиболее увлечены современными технологиями. И библиотека считает своей задачей направлять этот интерес для развития их интеллекта и творчества. Молодежный интеллект-центр создан для того, чтобы удовлетворить интерес молодых людей к робототехнике, к созданию видеороликов, компьютерных анимаций. У нас есть тематические QR-библиотеки, чтобы загружать книги прямо на мобильный телефон. Создаются библиотечные аккаунты в социальных сетях, в Facebook, Twitter, ВКонтакте. Кроме чтения, наши маленькие гости занимаются в самых разнообразных кружках. Это кружок казахский для малышей, где ребята могут изучать государственный язык. Это шахматный кружок. Это кружок английского, конечно же, кружок рисования, кружок лепки из пластилина и кукольный театр. Ребятишки получают разностороннее воспитание и, кроме того, они могут общаться друг с другом. А это самое главное. Мы здесь читаем сказки. Вместе делаем уроки. Учим казахский язык. Мы здесь рисуем и играем. Библиотека – активный участник социальных изменений. Поддерживая государственные идеи при единстве языков, мы открыли центры казахского, русского, организовали курсы английского, немецкого, французского. Мы, когда есть библиотека, которая хорошо смотрится, как и здесь, мы всегда рады. Уже пять лет как в библиотеке организуются специальные курсы английского языка для детей из малообеспеченных семей. Приобретаются адаптированные издания, как книги, так и электронные диски, фильмы, игровые пособия для разного возраста и уровня знания языка. История библиотеки имени Пушкина – это история поиска и развития. За 120 лет библиотека стала местом притяжения совершенно разных людей, которые находят здесь радость познания, общения и творческой реализации. Пожелаем библиотеке доброго пути. С днём рождения, библиотека! С днём рождения, библиотека!